И в синий угол клетки добро пожаловать боец из Украины по прозвищу Чингискар. Встречайте Ренат Лятифа! 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 Григорий Никос выиграл этим но не получается неплохой переход на болевой на руку Вообще Рамазан, изначальный базовый вольник в принципе бороться он любит и умеет но я бы не советовал бы с Ренатом Лятифом в откровенно бороться потому что Ренат люди очень хорошо знают греплинг Да, он мастер по болевым и удушающим приемам, он такой заточен на сабмишины в этом плане. Мы сейчас видим, что Алгириеву в принципе не очень удобная позиция сейчас находится. Летифов контролирует, смотрите, попытка зайти за спину. Я думаю, сейчас Алгириев очень много сил тратит на эти болевые приемы. Попытка скрутки от Рамзана, но я еще раз повторяю, очень тяжело Летифову сделать болевой или удушающий прием. Да, пока идет все под диктовку Летифова. Ну, не то чтобы под диктовку, скорее, просто такой сценарий чуть более комфортен именно для него. Да, он хорошо контролирует соперник снизу, он неплохо добивает, у него очень хорошая физическая мощь именно. Все, что нужно. Сейчас занял маунт, очень уверенно. Но вот если разомкнет замок, удастся Летифову разомкнуть замок и тогда сможет конкретно поработать как по корпусу, так и по голове, постепенно забирает спину. Я думаю, две минуты и стало до конца поединка. Удушающий прием. Вот сейчас сделал ошибку Ренат, чуть не провернулся на него Рамазан, но он правильно и грамотно исправился. Это опыт, 45 поединков дают о себе знать. И опять оказался за спиной у него. И будет ли попытка номер два? Я думаю, ему нужно сейчас соединить свои ноги и зафиксировать спину в первую очередь, а потом уже лезть на удушающие и разбивать. Не торопит. Пока он не закрепился на своем сопернике. Но отлично контролирует его. Очень много физической силы сейчас теряет Рамазан. И это выгодно Летифову колену на животе. Действительно хорошо контролирует поединок. И такое впечатление, что по физическим кондициям Летифов очень-очень неплох. Он более опытен в партере и выучен. Поэтому я и говорю, что Рамазану не стоило ввязаться с ним в партере, а больше работать в стойке. Посмотрите, какие сейчас отличные удары со стороны Рената Летифова. Сейчас попытка скрутки, но опять же неподготовленная. И торопится Рамазан сделать ошибки. И сейчас спустил на себя сверху опять Рената. Рамазан сейчас скручивал скорее не столько для того, чтобы провести прием, сколько уйти из сложнейшего. Да, уже где-то от безысходности Рамазан делает многие вещи. 37 секунд. Я думаю, Ренат сейчас его забьет. Либо задушит. Потому что опыт... Останавливаться нельзя. 20 секунд до конца времени может хватить. Ренат работает, но... Пауза. Совершенно ненужная пауза появляется сейчас. Растягивает оппонента. Минута отдыха совсем не нужна сейчас Ренату. Нужно бить и пытаться... Ну вот защищается сейчас скорее пассивно. Несколько секунд не хватило. Летифову, чтобы... Смотрите, в какой кондиции сейчас стал Рамазан. Ему он очень сейчас тяжело. И у него, я так понимаю, и головокружение. Он в состоянии игроги. И функционально он очень устал. Потому что он весь раунд защищался. Из тяжелых позиций пытался вылезти. А Ренат почувствовал сейчас, как говорится, кровь. И я думаю, он сейчас второй раунд под такую же диктовку проведет. Потому что он знает, над чем надо работать в этом поединке. Ну и вот сейчас еще такой психологический момент также отмечу. Рамазан буквально отполз в свой угол. Ну, отошел и тут же присел. А Летифов постоял, посмотрел свысока на всю эту ситуацию. И только потом позволил себе опуститься на пятую точку. Ну, потому что атаковать попроще, нежели защищаться. И пропущенные удары, они забирают очень много сил. Еще раз повторяю, здесь даже... Если бы это была схватка под грэплингой, то есть здесь другой бы разговор, в принципе, и могли оба не устать. А каждый удар, он забирает, я не знаю, как... 10% от твоей функциональной готовности. Бывает и 100%. Итак, пока вопрос открыт. Вопросов несколько, но главный из них... Поединок будет проходить все три раунда или же закончится досрочно. Шансов на это у Рената очень-очень много. Добрый раунд. Да, вопрос, сможет ли Рамазан перестроиться по ходу боя и навязать какой-то иной поединок. Но вот опять он клинченул и оказался не очень в хорошей позиции. Опять скручивание. Нет, он правильно развернулся и второй ногой помогал вытянуть ножку из трудного положения. И недостаточно зафиксировал бедрами для скрутки. Закрытый гард. Вот все-таки прилетает периодически в голову удары в исполнении Рената. По корпусу неплохо. Пассивно защищается Рамазан. Нужно больше работать корпусом. А у него вся защита идет. Защита руками. Он либо прикрывает голову, либо пытается вязать. Тут нужно отталкивать ногами. Делать так называемую креветку. Смещать таз постоянно. Нужно как уши крутиться на сковородке. Влево-вправо. Либо просто тебя забьют. Ты будешь мишенью снизу. Вот пока как раз крутится Летифов. И крутится удачно. Боковой контроль был. Удержание. Болевой на руку. Кимуры. И если доработает, скорее всего доделает он прием. Отлично он приподнял его. Похоже, что есть. Да. Все. Походу еще и травму нанес на своему сопернику. Но нужно было вовремя стучать в этой позиции. Да, конечно. Для награждения. Сломал руку, похоже. Я думаю, что не перелом, вывих плеча. Вывих плеча, да. Да, перелом видно, там ключица ломается. Вспоминая я бой Антонио Нагейры, где у него такая же была травма. Там у него видно был излом, просто ключица вышла. Совершенно верно. Он постучал в самые последние моменты, когда встал, было видно, что плечо вылетело. Тут нужно не переть, потому что прием чаще всего рывком делается. Такие вещи. Я помню, как Федор Емельянько рывком делал и Кевину Рэндалману. И здесь главное, нужно вовремя постучать в этом плане, либо крикнуть. Полуфинал Абубакар Вагаев, Ренат Летифов выглядит с вашей точки зрения каким? Равным. В первую очередь равным, потому что оба бойца показали свой уровень, свой класс и в частую переиграли своих соперников. Абубакар стойкий будет иметь преимущество, но Летифов в партере намного опытнее и лучше выглядит, по крайней мере. Интересный будет поединок. Давайте подавремя оздоровки боя минута и 11 секунд второго раунда. Болевым приемом на руку одержал победу и вышел в полуфинал. Во сверке средневесов Ренат Чингисхан Летифов! Поздравляем Рената с блестящим выступлением. Действительно, много чего продемонстрировал. И присоединюсь к вашим словам. Вот по чьему рисунку пойдет полуфинальный поединок, тот, наверное, окажется сильнее. Кто выполнит лучше свой геймплан, кто лучше в хорошей кондиции подойдет. Но Летифов показал, что он в очень хорошей форме сейчас находится. Субтитры сделал DimaTorzok